Наталья Галимова, московский комсомолец. Владимир Владимирович, в последние 2-3 года в ваш адрес все чаще звучали призывы остаться на третий срок. Наверняка в этом вопросе на вас пыталась повлиять и ваше окружение, часть вашего окружения. И даже президент Узбекистана недавно признался, что тоже уговаривал вас остаться на третий срок. Вот скажите, что вы в личных беседах отвечали тем людям, которые предлагали для этого поменять Конституцию? И насколько всё-таки сильным был соблазн поддаться на уговоры и остаться на третий срок? Спасибо. Что я говорил в личных беседах, я почитаю всё-таки оставить это для моих собеседников. Для этого личные беседы, они и существуют. Поскольку мы в такой большой, широкой аудитории, здесь представлена практически вся мировая пресса, а не только региональные СМИ, и я позволю себе всё-таки говорить более официальным языком. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. Эту прививку я получил ещё работая с Анатолием Александровичем Собчаком. И я считаю, что это очень важный сигнал в общество вообще. Все должны соблюдать действующее законодательство, начиная с главы государства. Я считаю, что это принципиальный вопрос. Он не носит технического характера. Конечно, мне хочется работать, но такая возможность есть. Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то, прости господи, от наркотиков, кто-то становится зависимым от денег. Говорят, что самая большая зависимость от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было.